Всем привет! У меня накопилась целая гора пустых баночек. Сейчас я вам быстренько расскажу о том, что у меня закончилось. И радует, что большинство продуктов это те средства, которые мне понравились. Начну с шампуней. На них я делала отдельный обзор. Фирма OGX с органовым маслом. У меня шампунь и кондиционер. Здесь объем 400 мл практически. Они у меня были какие-то нескончаемые. Очень долго они у меня продержались. Это их плюс. Почему так долго такого объема хватило? Несколько месяцев. Может быть даже 4 месяца они у меня были. Потому что очень концентрированный и густой состав. То есть нужно немножко шампуня. Буквально пол чайной ложки. Вы же понимаете, что шампунь не зависит от длины волос. Потому что нужно намыливать только голову, а остатками пены уже волосы обрабатывать. И то я не всегда это делаю, потому что, чтобы не сушить лишний раз. А то, что стекает, так их омывает. Но водой я их промываю, естественно. Так вот, мне эти шампуни понравились. С ними, если постоянно регулярно использовать, меньше пушились волосы. Они более здоровые были. И я готова повторить либо эту серию, либо какую-то другую. Я осталась довольна. Дальше у меня закончился гель для умывания от Эмви. Он мне очень нравится. Он очень нежно, деликатно очищает. Я его использовала и для утреннего умывания. И вечером я им умывалась, уже после того, как сняла косметику, допустим, мицеллярным лосьоном, тушь с глаз и умывалась. Если мне хотелось какого-то более глубокого очищения, я использовала другое средство. Но это мне очень понравилось. У меня уже вторая баночка стоит в ванной. Повторила. И я бы его повторяла и повторяла. Единственный его минус это стоимость. Как и для средства для умывания, такая цена немножко кусается. Следующее средство, которое мне закончилось буквально вчера, это сыворотка от Ламик. И она мне очень и очень понравилась. И всех сывороток я немного успела попробовать. Но это мне понравилось больше всего. Она и увлажняла хорошо. И после нее не было жирного блеска. Она как-то настолько выравнивала все процессы в коже, что кожа была в отличном состоянии. И не было никакого ни ощущения пленочки. Ничего. То есть для меня это идеальная сыворотка. Я очень расстроилась, когда она закончилась. Повторю, скорее всего. Следующий продукт, который мне закончился, это пилинг от Floss Leg. Он достаточно нежный. Я бы его рекомендовала обладательницам сухой, чувствительной кожи. Мне немножко не хватало очищения. Я его использовала как промежуточный уход между более такими серьезными пилингами, которые прям давали вау-эффекты. Когда кожа светящаяся, прям чувствуется супер очищение. Этот, он более нежный, но тоже имеет право на существование. Повторять я его не буду, потому что у меня есть аналогичное средство, которое похожим образом работает. Повторить желание не возникло. Следующий у меня закончился спрей для сушки лака от El Corazon. Он хорошо сушит. Единственный минус это спрей. Я его переливала в формат, там где с пипеткой у меня была быстая бутылочка. И так мне было удобнее. А этот спрей, который везде распыляется, то есть нужно было выбирать либо поверхность, либо куда-то идти, где он не распылялся, все вокруг этим средством. То есть минус только в самом формате для меня. Следующий провал это средство для снятия лака от Lucky Day. Оно ничего не снимает, даже какой-то лак без блесток, даже самый элементарный лак. Нужно вылить тонну, нужно долго тереть. В общем, ничего хорошего не рекомендую. Следующее средство, что у меня закончилось, это очередная маска от Faberlic из линейки Botanica. Алоэ и Ежевика. Это отличная очищающая маска. Она хорошо раскрывает поры, убирает вот эти поверхность черных точек. И остается после нее только доочистить все. И здесь написано, что она увлажняющая, но для меня она работает по-другому. Она на основе глины идет. Так, что у меня еще? Пробовала знаменитый скраб от Banking Powder от Etude House. Хорошо очищает. Я уже давно не пользовалась такими скрабирующими откровенно частичками, либо скрабами. Но он оставляет такое ощущение пленки после себя. То есть, я не могу понять. Либо они что-то добавили в него, что создает эффект очень гладкой и ровной кожи. Потому что там на следующий день это все пропадает. Либо вот он так хорошо отшлифовывает. Но больше у меня склонность к тому, что что-то здесь добавляют, что делает такое супер скользящее ровное лицо. Пробовала вот такие подушечки для очищения макияжа. То есть, это ватный диск, пропитанный мицеллярной водой или каким-то средством, который прикладывается к глазам. И снимаете таким образом макияж. Вот такие одноразовые подушечки. Их очень удобно брать в поездку. Это от корейского бренда Onsiamin. Так, что у меня еще закончилось? Пробовала энзимную пудру от COS-RX. Она мне понравилась. Очень нежная, деликатная. У меня вот такая она была в одноразовом саше. Очень хорошая вещь. Мне понравилась. Так, что здесь есть еще? Патчи от Faberlic. Они идут на тканевой основе. И они идут не как увлажняющие, а как такие подтягивающие, разглаживающие. Что-то по типу кинезиотейпов. Они дают такой вот результат на несколько часов. То есть я бы их использовала на выход. Когда вам нужна какая-то фотосессия, какое-то событие, мероприятие, где нужно улучшить состояние вашей кожи. И похоже работают патчи от L-Biotica. Тоже они у меня закончились. Сейчас мне стало интересно пробовать различные патчи под глаза. Но пока я не нашла еще ни одних, которые бы создавали вау-эффект. Все это очень временно. Все это очень так просто маскирует проблему. Если у вас есть какие-то очень хорошие патчи, порекомендуйте мне. Вот такие были мои пустые баночки. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. На этом все. Всем пока. Пока.